Привет! Как дела? Сегодня, так как я вернулась из Лондона раньше, чем планировала, где я хотела осветить очень большое количество мероприятий, у меня было запланировано практически на каждый день мероприятия, но, к сожалению, в эпоху коронавирусов все абсолютно отменилось, и мне пришлось вернуться домой обратно, тем более, что там меня никто лечить не будет. Но речь сегодня не о коронавирусе, речь сегодня о дне Святого Патрика, который мы пропустили в прошлое воскресенье. К сожалению, до последнего его не отменяли, но в субботу вечером я прочитала, что парад и главное празднование на Трафальгарской площади отменилось, и приходится вам рассказывать про день Святого Патрика не в прямом эфире, так как я хотела показать, как сейчас, вот в этом году будет проходить, а в режиме просто информации, как я обычно делаю все эти ролики под нумерацией, то есть если вы видите номер там 063-095, это конкретно информация о том или ином событии, о том или ином празднике, о том или ином городе, о чем-либо, о Великобритании. Если вы видите под названием ролик Live, то это означает, что как бы я показываю то, что на данный момент происходит или в Лондоне, или в Питере, или в Рево, где я нахожусь. Все это, конечно, не в прямом эфире, нет стриминг. Стриминг, если я буду что-то постить в прямом эфире, это называется бродкаст, то тогда я буду писать уже название стрим. То есть рассказываю о последних событиях, которые я снимаю в режиме блогинга. Блогинг... Все-таки мои ролики я отношу все-таки как к документальному фильму, а блогинг это немножко другое, но об этом я расскажу в следующем ролике, как я вошла в этот режим блогинга, потому что это абсолютно не мое. Я училась на другой стиль съемки, вот как сейчас снимаю, то есть и камера не трясется, и все на триподе, и с освещением более-менее в порядке, но об этом буду рассказывать позже. Итак, День Святого Патрика. Что это за день? Естественно, это ирландский день, то есть Святой Патрик относится к Ирландии. Напомню, что у Уэльси это Дэвид, в Англии это Георг, а в Шотландии это Эндрю. Ну или по-нашему как бы Георг, Давид и Андрей. А тут День Святого Патрика, и Патрик никак не меняется, международное слово Патрик. Кстати, в этот раз я хотела поехать в Ирландию, потому что я в Лондон ехала на три недели, и чем-то надо было заниматься в это время, и у меня были некоторые такие гапы, перерывы в мероприятиях. Я думала, в это время у меня было два таких перерыва. В один я думала слетать в Ирландию, если получу деньги по чеку, который мне прислали. Про чек я буду рассказывать позже, про то, как обналичивать чеки, и как я с ним помучилась, получив его в России. Чек мне прислали по ипотеке, которая уже была закрыта еще два года назад, но я там какие-то платежи пыталась перекрыть, потому что были просрочки и были пении. И я платила наперед там иногда по два платежа в месяц, и что-то не успевалось у них там пересчитываться автоматически, поэтому у меня сейчас какие-то суммы возвращаются обратно. И вот я получила 500 фунтов чеком, но в России я его наличить не смогла, но об этом я расскажу позже. И вот так как я получила эти деньги в Лондоне, я планировала все-таки поехать в Ирландию, потому что в Ирландию еще можно поехать по британской визе, даже несмотря на то, что Британия уже вышла из Евросоюза, а Ирландия относится к Евросоюзу. Поэтому в следующий раз уже, вот начиная с января следующего года, 2021, в Ирландию можно будет ездить только по шенгенской визе. Ну а так как я еще никогда не была в Ирландии, мне очень хотелось посмотреть эту страну, и так как у меня пока нет шенгена, я не знаю, скоро ли он появится, вообще мы сможем ли путешествовать в этом году снова, поживем-посмотрим. Хотела съездить в Ирландию, а второй период времени, когда у меня был перерыв, хотела поехать в Литц, и вот города вокруг Литца, потому что я была проездом в Литце в прошлом году, мне очень понравился этот год, я хотела туда вернуться и поснимать его, и вам рассказать. Но, к сожалению, из трех недель, что я планировала провести в Лондоне, я провела только одну, и слава богу, я сняла и День Содружества наций, и шоу камелий, и моих собак, ну и остальные дни пришлось ходить по магазинам, и снимать магазины, потому что про магазины я обещала вам рассказать очень многое, сняла и Тики Макс, и Чарити Шопс, и Джон Льюис, и Маркса Спенсер, и про Reduce, все сняла, все постепенно монтирую, все постепенно выставляю под названием Leaf, потому что это было в режиме Leaf. А вот такие ролики, как День Святого Патрика, который не состоялся, к сожалению, в режиме Leaf, рассказываю сегодня. На самом деле, что происходит в этот день? Все люди стараются нарядиться вот в такой какой-нибудь зеленый цвет, ну даже не такой, может быть, вот как вот это дерево за моей спиной, который является главным цветом Дня Святого Патрика, ну и как бы Ирландии. Цвет Ирландии – это зеленый цвет, потому что там очень хорошая зелень на всех полях, лесах и просторах Ирландии. Влажный климат, и поэтому там все очень хорошо растет. И Ирландия, в ее флаге фигурируют зеленый, белый и оранжевые цвета. И вот с этими флагами люди выходят на улицу, люди выходят в центр города посмотреть главный парад Дня Святого Патрика. Обычно это происходит, по-моему, в районе 12 часов дня. Идет парад от Пикадиллий-стрит, заворачивает на Палмал туда вниз и доходит до Трафальгарской площади и уходит на Лайт Холл, там как бы и заканчивается. А на Трафальгарской площади остается весь костяк гостей. Все коллективы потом после парада возвращаются на Трафальгарскую площадь и все абсолютно люди, которые празднуют этот день, которые пришли отметить его вместе со всеми другими людьми, стекаются на Трафальгарскую площадь, где проходит концерт, где люди пляшут. Ну, естественно, распивают пиво, потому что Ирландия это родина Гиннесса. То есть в этот день мне запрещается по Лондону, ну как бы по центру Лондона распивать пиво. Не все спиртные напитки, но пиво разрешают. Что происходит на самом параде? На параде движутся платформы, ну как обычно, это как карнавал такой, но в зеленом цвете. Движутся платформы, где девчонки или какие-то танцевальные коллективы танцуют вот эти ирландские танцы, проходят там дети, машины, какие-то конструкции, там роботы и так далее. Все в основном оформлено в зеленом цвете. Все это очень празднично и радостно выглядит, всегда поднимает настроение, всегда все улыбаются и счастливы и довольны, особенно если погода способствует тому. Очень много людей наряжаются в шляпы такие, кстати, написано Гиннесс. Специально, видимо, уже сделанные к празднику люди покупают такие шляпы. Очки в виде лепестка клевера, это же символ Ирландии, лепесток клевера. Ну и разные, абсолютно разные наряды в зеленом цвете. Все, что я наснимала, я вам стараюсь показывать и в фотографиях, и в видео, но у меня я не на все дни Святого Патрика попадала. Буквально 3 или 4 года я такое снимала из моих 8 лет жизни в Лондоне. Ну вот, что у меня есть, смотрите здесь, а я не прощаюсь с вами, говорю вам до свидания, до новых встреч и ждите новых репортажей. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok